МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если честно, дорогие друзья, я в замешательстве. Добрый вечер. Добрый вечер. А что-то случилось-то? Нет, ну, а просто я и два, три, четыре, пять, и пятеро мужчин. Никогда такого не было? Ну, нет, честно, вот так вот, сразу, и чтобы вечером в 21 час, нет, вряд ли. А в 21.07? Дорогие друзья, это Николя Саприн тут настаивает и задает. Вот мне вопросы. Добрый вечер. Я, Оля, Дима Сахинина, сегодня в студии. Я представляю наших гостей. У нас сегодня будет не совсем обычная беседа, потому что, друзья, ни я, ни Коля, ни Дима толком не знаем, что это такое. Поэтому мы позвали гостей, чтобы узнать, что такое воркаут. Итак, Максим Попов, президент Федерации воркаута Московской области, разработчик площадок для занятий воркаутом и параворкаутом. Вот так? Здрасте, Максим. Это новый термин, еще один. Будем разбираться. И Михаил Китаев у нас сегодня тоже в гостях. Я так понимаю, судя по мышцам, спортсмен. Вот мы как раз смотрим на бицепсы, трицепсы. Это вот сколько времени нужно, чтобы накачать такие? Я уже восьмой год занимаюсь. То есть восемь лет? Дима? Это только в пенсии. Эти мышцы у него раньше появились. Тогда я смогу это только к выходу на пенсию себе сделать. Дорогие друзья, итак, сегодня речь идет о воркауте. У нас есть смс-портал 5533 со словом «Маяк». У нас есть WhatsApp, плюс 7967-103-5533. И у нас есть телефон прямого эфира, 728-7171, код Москвы 495. Не совсем обычная беседа. Если вы видите вдруг под окнами непонятные сооружения и не можете понять, для чего они, то это... Нет, эти сооружения, понятно, еще в советское время были. Не правда. Я один раз увидела и думаю, интересно, для кого понавидели таких перекладин, и детки вряд ли до них дотянутся. И потом я вдруг на телеканале «Москва-24» увидела замечательную, ну, такой вот очерк о том, что же такое воркаут. И там абсолютно красивейшего вида мужчины занимаются физическими упражнениями. И давайте все-таки начнем. И вот сегодня они сошли с экрана. Они, да, сошли с экрана. Что это такое, начнем с того? Рассказываем. Воркаут – это современное направление, спортивное. Основано оно на упражнениях по работе с собственным весом. Как правило, это на турниках, на брусьях, на различных площадках, как вы уже сказали. Основной базой является, конечно же, подтягивания, отжимания на брусьях, выход силы. То есть все правильно. Это советская, старая, забытая школа. Но под словом воркаут, по воркауту многие спортсмены уже понимают нечто большее. Это целая культура. Это привычка собираться вечером на воркаут-площадке. Это тусовки. Это определенная система соревнований. Мы сейчас вот полюбившиеся всеми батлы проводим, турниры, чемпионаты различные. Это типа как брейкденсеры собираются и друг к другу такие выпады. Кто круче выступит, да? Да, не только и в брейкдансе, во многих видах спорта это есть. Поэтому, чтобы дать определение достаточно емко и коротко, это спорт на турниках. А, вот что. То есть это приблизительно то же, что воркаут это наша спортивная гимнастика. Ну, опять же, не то же. Но ребята, которые занимаются на улице, они делают многие элементы из гимнастики. И не только из того же брейкданса, из паркура. Воркаут, он в принципе такая дисциплина, что насколько у тебя хватает креатива, так ты можешь и заниматься, и показывать выкрутасы различные. Мы каждый раз вот на соревнованиях… Но они основаны на силе, чтобы люди понимали. А не на всяких там сальто, мортале или еще что-нибудь такое. Ребята добавляют эти элементы в свои выступления, особенно это когда соревнования, у нас есть один из критериев оценки, это зрелищность, и это тоже ребята добавляют. Но уровень он все время растет, и это далеко уже не просто выход силы или какие-то перелеты. Ребята уже действительно совершенствуются, отрабатывают свои фишки, и потом их на всеобщее обозрение показывают на соревнованиях. Максим, я так понимаю, что в принципе я читал эту историю, как вы увлеклись воркаутом, это было несколько лет назад, когда вдруг решили что-то поменять в своей жизни, уехали там за 3-9 земель в далекую-далекую Австралию, и вот там как раз вы поняли, что воркаут это ваше. Своему счастью я познакомился с Маркусом Бондой, это рекордсмен книги рекордов Гиннеса «По лазанью по канату». Именно от него я узнал, что такое воркаут, спорт на турниках не… Вы спортивным были мальчиком? Ну, конечно, да, я всегда спортом занимался, да, всегда плавал, бегал, трейборем занимался, силовым пауэролифтингом, но в такой концепции с воркаутом я познакомился, к сожалению, только во Франции, в Австралии. А чем он так отличается от нашего? Мы бегали, мы прибегали на воркаут-площадку, у нас были определенные сеты, я видел, ребята делают флажки, выход силы, совершенно в другой технике, нежели я мог раньше себе представить. И меня это действительно захватило, я начал заниматься с ребятами, перевалил в подтягиваниях за 25-30 раз, почувствовал совершенно по-другому свое тело, и у меня пришла идея в голову, почему в Москве не создать, почему в России не создать такие воркаут-площадки, место встреч для ребят, куда будут люди приходить и проводить свой досуг. На тот момент, я когда вернулся обратно в Россию, у меня было трехмесячное обучение в Австралии, я начал смотреть планы по благоустройству города и увидел, что ни в одном из парков на тот момент не было воркаут-площадок заложено. Не было даже элементарных турников. Хорошо, даже не под названием воркаут, в принципе, не было турников. И тогда, спасибо политике Сергея Семеновича Собянина, он тогда на молодежном совете услышал от молодежи вот этот посыл и желание видеть в парках турники, и сейчас мы не можем представить ни один московский парк без воркаут-площадки. Это идет и заложено всегда в благоустройство. А как вы убедили Собянина, вы скажете? Не, ну он показал просто свой торс, тут не надо по-другому убеждать. Мы выступали на различных форумах, на выставках по благоустройству, и действительно, вот эта идея очень прижилась как бы в правительственных кругах. Просто сейчас, слушаешь, да, все просто, все гениальное просто, почему этого не было раньше? Не знаю, это действительно было, по идее, доступно, но, понимаете, вот в такой упаковке, как современное молодежное движение, это намного лучше, и эта дверь открывает. Одно дело, когда это стоит турник, и кто-то к нему иногда подходит, а другое, это, извините, площадка. 600 квадратных метров, как в Лужниках, а новая площадка в Лужниках, она 1200 квадратных метров, это одна из самых больших в мире площадок, и самая большая в Европе. Всех желающих принимает, вечером проходят тренировки. Михаил вот может рассказать, он сидит. А если сосиска на турнике висишь, ну просто время вообще. Нет, это мы с чего начинать, есть специальные петли, резинки, которые помогают людям подтягиваться и гравитацию немножко уменьшать, то есть собственный вес уменьшать. Мы, я думаю, к этому вернемся, с чего начинать. Мы начнем с этого. Миш, да. А вы-то как оказались? Здесь понятно, человек съездил в Австралию, все круто, интересно, вы где познакомились с воркаутом? Вы из какого-то вида спорта пришли? Ну все начиналось гораздо раньше. Я в 7 лет начал заниматься в секции по токандо, меня родители туда отдали. И постепенно-постепенно начал вливаться именно в спортивную движуху. То есть на это потратил 6 лет своей жизни, дошел до коричневого пояса. А после этого, ну мне просто захотелось погулять. Ну то есть там от тренировок, хотелось просто пообщаться с друзьями и прочими-прочими активностями. Я тоже так прогуливать начинала. Вот, но потом я так понял, что спорт все-таки мне чисто физически необходим и по всем остальным фронтам точно так же. Куда-то энергию надевать. Да, энергию нужно надевать, поэтому я перешел в легкую атлетику. Потратил там еще полтора года. Ни о чем не жалею. Она дала мне, я бы сказал, даже отличную базу для тренировок с весом собственного тела. Потому что мы уже выезжали на различные соревнования, включая российские. И участвовал в них, и занимал какие-то места там для себя значимые, для кого-то может быть не очень. Но все равно я стремился и за полтора года достиг достаточно многого в плане физического развития, психологического и общения как такового с людьми. Ну и, естественно, общение со всеми именно в спортивной среде. То есть узнавал постоянно какие-то новые вариации, там, подкачки, тренировки на ноги, на руки и на прочие области тела. И чуть позже череда травм заставила все-таки меня свернуть на немного иной путь. Опять вернулся к, скажем так, домашнему образу жизни. Но через полгода решил пойти все-таки в качалку. То есть приобрести для себя уже силовую базовую нагрузку и подготовку для дальнейшего своего развития. Чуть позже, через полгода, я вот как раз-таки совершенно случайно наткнулся на ролик, который назывался «Одноименный варкаут 24», где наши братья из Америки показывали все возможные вариации, ну, по крайней мере, многие возможные вариации силового тренинга на улице. То есть далеко не самые лучшие, то есть там не всегда были на видео турники и брусья, они просто подтягивались на автобусных остановках. На доступных каких-то объектах. Да, то есть все возможные вариации, все возможные уступы, они задействовали те же самые мусорные баки, даже шли в ход, чтобы подкачаться, и все, что с этим было связано. То есть на остановках, в принципе, можно, да? Можно и нужно, да. Я пытался, просто у меня косты смотрели. Но здесь, вы знаете, у меня вот, поскольку у меня тоже есть дети-подростки, я прекрасно понимаю, что если, вот зная их психологию, по крайней мере, подростков, да, ты понимаешь, что они на улице, не умея подтягиваться, не пойдут позориться. И у меня был просто такой вот разговор с сыном, да, когда он еще не умел подтягиваться на перекладине, я говорю, пойдем на улицу бегать. Я говорю, там же можно заниматься, там можно этим... Он говорит, ну что я буду как дурак там висеть сосиской? И пока он там дома где-то не научался, вот это вот стыд, прям кнуть к этому движению. Я же вот смотрю на фотографии, вы там какие-то чудеса творите. Как привлечь ребят, которые еще даже не умеют подтягивать. Ну да, кто ни разу не подтянется, да. В этом плане проводится большая работа, это пропаганда здорового образа жизни, спорта на турниках, мы показываем всячески и в соцсетях. Ведь от пропаганды мускул не вырастет. Да, но люди приходят посмотреть. Мы видим, много раз я смотрел, когда семья прогуливается в тех же лужниках или нескучном саду, и они проходят мимо ворковод площадки и видят очень большую тусовку людей. Кто-то отжимается, кто-то приседает. Напрягает это надо, когда так много людей. И на толпах очков ты мимо нее проходишь и думаешь, прибавить коды или нет. Потому что у нас у них тоже не качков. В том-то дело, что ребята по-другому сложены. По вам видно, что вы не качков. А я добрый день, у меня времени, к сожалению, много. И Миша так поставил, вот руку на стул. Ну ладно, крупные все ребята. В любом случае, достаточно комфортно люди приходят и занимаются. Никому нет друг друга дела. Никто не смотрит, там вот ты не можешь. Наоборот, помогают. Здесь совершенно другая среда. Это не джим, вот закрытый спортзал. Я вот, значит, стогел, как стогел, крамовый тушу, приду, повисну на турникете. И тут подает мужик за ним. На турникете ты не повиснее. Он на турнике, да? Тебя привяжут пока ты не начнешь. Нет, на самом деле, если вы подойдете к такому, как я, как Михаил, к любому. Ребята, вот как начинать? Я вам даю стопроцентную гарантию, что ребята обратят внимание, уделят определенное время и подскажут, с чего нужно начать. Нужно проработать будет базу. Но они дадут вам какие-то основные навыки. Всем, давайте попробуем вот радиослушателей. Вот сейчас очень много ребят там, ну и даже мужчин сейчас слушают. И действительно, может быть, дадим несколько рекомендаций, как начать. Я вот смотрю на турники и думаю, повиснуть? Не повиснуть. Но я знаю, что не подтянуть. Я приглашаю всех в Лужники завтра. На словах. Мы обязательно придем в Лужники, но просто на словах. Я вот вечером сегодня приду, думаю, побегать или на турники пойти. Подожди, давай послушаем. На остановке попробуй. Можно дать в словах, нет, можно дать в словах, с чего начать. Вот просто, элементарно. Да, во-первых, выполнять, если человек не может подтягиваться, что я в принципе, ну не знаю, неужели есть такие люди, кто не могут? Конечно. Есть. А как же школа, вузы, везде нужно. А школа закончилась. А я, например, могу сказать, я могу сказать, что у меня, да, парень очень много подтягивался, а вот отжимание, вот сама техника, вот не вели его руки наверх. Начинаем с отжиманий от пола. Во-первых, в любом случае это укрепляет верхний плечевой пояс. Второе. Сколько раз можно, допустим, отжиматься? Я просто недавно совсем свою девушку так научился подтягивать, научил подтягиваться. Сколько раз подтягиваться? Она сейчас уже один раз подтягивается. Вот, для девушки это круто. Да. Второе. Хорошо, отжимания. Сколько отжиманий, допустим, с чего начинать? Ну, опять же, человек, я считаю, что раз 20-30 нужно, чтобы человек отжимал. Лучше, что это будет 100, конечно. Мой любимый вопрос. Когда ты отжимаешься, локти должны быть вдоль туловища или по-бабски? Как лучше? Смотрите, здесь два варианта. Если вы вдоль туловища, вы больше прокачиваете трицепс. Если вы локти разводите в разные стороны, это грудные мышцы. Вот, поехали. Всё, отжались двумя способами. Потом, если мы не можем подтянуться, но мы можем допрыгнуть до перекладины по уровню, и подбородок, чтобы выше был перекладин. И начинаем постепенно опускать своё тело. То есть, боремся с гравитацией. Так называемые негативные подтягивания. Да, негативные подтягивания. Вот таким образом я девушку свою научил. Плюс ко всему, сейчас есть везде резиновые жгуты. Одевается петля на перекладину, просовывается нога, и эта резинка, она имеет определённое снижение веса. То есть, 20 килограмм, 10 килограмм. Слушайте, а я думала, зачем это всё висит? А я думала, руки туда надо. И получается, вы уже весите не 45. Так 5, а 35. Класс, друзья. И вот такими простыми. Миша, если ты хочешь, можешь тоже добавить. Отжимания на брусьях, я думаю, если человек не подтягивается, на брусьях он точно отжимается. То же самое. Это касается и брусьев, да, в качестве помощи, либо в качестве даже сопротивления. Если человеку уже, ну, скажем так, очень легко делать отжимания на брусьях, и он хочет как-то их усилить, да, ну, то есть усложнить, то эта резина, она поверху продевается. Миша, мы сейчас говорим, как помочь людям хотя бы. Я просто уже для другой части. Слушайте, у вас немаловажную роль играет и пресс. То есть я смотрю, у всех плоские животы, и очень много упражнений, которые вы делаете, вы делаете именно на пресс. То есть еще надо прокачивать и пресс. Особо вот я, насколько смотрю, я не так часто вижу ребят, ну, делают уголок, конечно, но вообще, в принципе, зная по подтягиваниям, если давно не занимался, когда я с перекладины на следующий день утром встаю, я всегда чувствую пресс. А это значит, что мышцы эти работают. То есть в любом случае при подтягивании мышцы пресса, они работают. Тем более, если вы подтягиваетесь еще в уголке, что еще лучше, либо хотя бы колени, делаете под 90 градусов, то у вас тоже пресс напрягается и нагружается достаточно. Действительно, ты часто качаешь пресс? Вообще, очень редко. Очень редко. На машину это надо вообще-то, Михаилу. А я качаю все время. Хотя у ребят действительно плоские животы и кубы видны. А у Михаила кубы видно? Миш, покажи. А, это радио, к сожалению. Нет, ну там можно посмотреть, конечно. Нет, слушайте, друзья, пока Коля смотрит кубы, я вам рассказываю, что сегодня мы говорим о воркауте. У нас в гостях Максим Попов, президент Федерации воркаута Московской области, и Михаил Киталь, замечательный спортсмен с чудесными кубами в области живота. Я бы много смотрели, кстати. 728-7171, код Москвы 495. Мы сегодня говорим о воркауте. Звоните, пишите в соцсети, группа ВКонтакте, и Ватсап, и СМС-портал. Да, Колюсь. Нет, ты просто приготовил бумагу. Да какую-то, я надо писать, ребят, пишите, пожалуйста. Ну, перед этим все-таки ответьте на вопрос. Вы смотрите, наиболее обстроенные элементы воркаута. Я, естественно, готовился к эфиру. Я смотрю, флаг, ну можно объяснить, да, горизонт. Вот что такое выход ангела и выход принца? Это вот как вообще? Давай, Миша, рассказывай. Еще раз вопрос. Элементы воркаута, выход ангела, выход принца. Название очень красивое. Вот как это выглядит со стороны? Если бы здесь был турник, я бы, конечно, показал. Ну, объясни слова. Вот ангел, давайте начнем с ангелом. Принца, ладно, ангелы как? Принц и ангел, они практически одинаковые. Братья. Они исполнены, все зависит только от постановки рук и хвата на турнике. Вы спиной к турнику? Спиной к турнику разворачиваете. Михаил, поближе к микрофону, а то вас не услышим. Разворачиваем обратным образом руки, хваты, да, подтягиваемся. Так, так, так. Проносим локти поверху и делаем выход. То есть вот как выход силы, только спиной к перекладине. Спиной к перекладине, да. И получается обратным кладином. А принц лицом, да, получается, решил? Нет, принц это... Нет, принц делался чуть поуже просто, и все. Поля, удачно мы сейчас по радио объяснили. Давайте вот к чему. То есть мы начали, мы делаем, мы отжимаемся, мы уже научились подтягиваться. Как часто это нужно делать для того, чтобы не потерять... Ну, для того, чтобы действительно мышцы накачивались. Вот подросткам, потому что я знаю, что это важно. Да, и чтобы не надорваться еще. Ну, смотрите, это не является сверхотягощением. Это не тяжелая атлетика, это не марафон по 40 километров. Это занятие на турнике с весом собственного тела. Поэтому, в принципе, если есть такая возможность, я бы рекомендовал ребятам ходить на турнике ежедневно. Подтягиваться, отжиматься на брусьях, качать пресс. Ну, как по времени? Как долго это должно быть? Тренировка длится. Ну, смотря какие вы паузы делаете между подходами. Не, ну, покурить, отойти, это понятно. Если вы... Может, сигареты выбор. Да, просто я, когда прихожу на площадку, у меня состоится очень много встреч, диалогов, и тренировка может быть там и 2, и 3 часа. Мы это так все ненавязчиво делаем. Ну, вот так, интенсивно. А если интенсивно, ну, я порядка часа-полутора на тренировку, конечно, буду... Ну, вы сейчас поедете на тренировку после этого. Да. Сегодня нет. Подождите, другой вопрос. У нас есть до перерыва время. Что с питанием? Насколько в воркауте важно питание, чтобы у тебя росли мышцы, чтобы это все в коньяк корм был? Велки, там, всякие протеины, венокислоты кушаем. В любом виде спорта это неотъемлемая, как бы, процедура для того, чтобы поддерживать себя в нормальной, правильной форме. Нужны в правильном количестве белки, жиры, углеводы. Вы же все равно мышечную активность, да, проявляете. Ну, вот Миша, удивляюсь, как он вегетарианец. Правда? И такими объемами обладает. Миша, поделитесь с радиослушателями. Вообще никогда мясо... Никак? А вот что тогда в ваш рацион входит? Откуда у вас такие мускулы? Откуда белок берет? Как моя голова. Овощи, фрукты, очень много углеводов с различных паст, с различных... Ну, сколько, допустим, в день макарона вы едите? Ну, один, максимум полтора приема пищи, если можно так сказать. А с чего же правда так накачивают? Мне кажется, это очень сложно накачивать. Ну, спортивное питание я также использую. А, вот оно что. Все ясно. Коктейли вот эти протеиновые третки. Да, да. Они вредны для желудка? Да нет. Потом поговорим об этом. Дим, ты прямо просто о какой-то болезни сейчас начал. Друзья, у нас сегодня речь идет о воркауте. Вы звоните нам, 728-7171, код Москвы, 495. Пока ребята у нас сегодня в гостях, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Поговорим о соревнованиях, которые проводятся и в Москве, и в России, и везде, где есть площадки, где заняться воркаутом. Мы прервемся. Новости и новости. Продолжаем, дорогие друзья. Если вы выглянули в окно и видите, что чудеса люди какие-то на турниках делают, знаете, это не дембель и не гимнасты, это воркаутеры, если так можно сказать. У нас сегодня в гостях Максим Попов. Это президент Федерации воркаута Московской области. И Михаил Китаев. Это замечательный спортсмен, красивый мужчина. И так мы сегодня говорим о воркауте. Это круто. Это спорт на турниках. Это спорт на турниках. Дорогие друзья, 728-7171 от Москвы 495. Мы остановились на мужчинах, поговорили. А девушки могут заниматься на турниках? Да, девушки приходят, тренируются. Понимаете, воркаут, я сказал ранее, это действительно креатив. Насколько человек творчески может подойти к любому снаряду и попытаться себя нагрузить, так и у него будет получаться. Девчонки приходят, делают те же отжимания. Благо, индустрия фитнеса нам помогает с этими резиновыми жгутами. Это потрясающее изобретение. Она снимает отягощение с девчонок, и они подтягиваются отжимания, делают приседания. Они такие же рельефные? Со временем становятся рельефные, да. Массу они не набирают, как правило. То есть они становятся такими. У нас есть звонок 728-7171. Кот Москвы 495. Алексей на связи. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер, да. У меня вопрос, может быть, немного не по профилю, но вот у нас есть в России персонаж, его зовут Александр Мецкий. И он очень много, долго рассказывает про спортивное питание, про бодибилдинг, что у него все очень там натурально, что он ест там сладок куриной грудки, и он вырос вот в километре с большими мышцами. Вопрос вот у меня, неужели реально можно есть вот что-то вот спортивное питание без добавок, без химии, и выросли вот во объемах прям вот там 10-10-10-10-10. Спасибо, Алексей. Вот это то, о чем я вам говорила. Это очень важный вопрос для жизни. Самый простой способе пожрать, но не заниматься, и при этом мышцы раз. Кушайте с моей адресом. Вопрос. Вопрос. Ну. Ну вот сидит. Давайте я на него ответил. В принципе, без спортивного питания в современном обществе возможно нарастить такую мышечную массу и даже больше. Но это очень нужно, очень хорошо выстроить свой график питания. 6-7 приемов пищи в день, то бишь дробное питание, высокая калорийность, в частности углеводов и белков. Потом определенный вид тренировок направлен на гипертрофию мышц. И все, ну, как таковой образ жизни должен быть полностью направлен именно на результат. То есть ты бесконечно должен, там, поработал-поработал, поотжимался, съел грудку, дальше опять поотжимался. Так, то есть это вообще-то ты заточен должен быть. То есть весь день без захода на работу, кухня и площадка, да? Я думаю, более популярен вопрос будет, как сбросить лишний вес. Вот, да, кстати. Вот это вот на площадках как раз, то есть ограничения вот в тех же углеводов, про которые углеводов, мишек, про которые сказали, и больше заниматься. Поскольку, если вы хотите действительно накачаться и стать там, как Александр Невский, то дорога в зал к железякам, к штангам. У нас речь идет о здоровом, правильном спорте, который не перегружает вас, где вы не получите грыжу позвоночника. Вы просто будете очень круто прорисованы, рельефно, и у вас будет прекрасное самочувствие, и у вас будет куча друзей, которые тоже занимаются на турниках. И в конце вы должны добавить вот так вот, как делает Александр Невский своих, вот так вот. Друзья, 728-7171, как Москвы, 495. Коль, ты рукой махал. Да я махал, я пытался привлечь внимание Михаила, потому что я видел, как он реагировал на разговоры про Александра Невского. Вот железо там, да, всякие там качки, о которых мы говорим, да, Александр Невский тоже качок хороший, в смысле этого слова. Это не совсем в тему воркаута или как? Нет, это скорее в дополнение, в грамотное, четкое дополнение к физической форме. Если человек хочет развиваться максимально многопланово, да, то есть не только при работе с весом собственного тела, но дополнительные веса, там, возможно, использование, там, области кроссфита и прочих-прочих-прочих спортивных дисциплин, пожалуйста, я только за. И, в принципе, для каждого человека это пойдет только в плюс. Парни, а что для вас результат? Вот вы говорите, что настраивайтесь на тот или иной результат. Вот для вас в воркауте результат это главное? Да, и вообще, если соревнования, да, ведь вы же спортсмены. Для меня это, во-первых, и досуг, и мое самочувствие, когда я чувствую, что в мышцах есть тонус, что я подзабит, у меня правильная осанка, вот мы в перерыве вам об этом говорили, что турники как раз ведут к хорошей осанке. Для меня это и есть результат, для меня есть результат и среда, и те люди, с кем я встречаюсь. И это определенный склад жизни формируется у человека, когда он входит в мир турников и приходит на воркаут-площадки. У нас действительно целое сообщество, у нас есть звезды, которые приезжают к нам. Тимати к нам приезжает, он приезжает к нам и зимой поддержать ребят, вот этой зимой он приезжает. Он просто песни поддерживает или что-то еще делает? Он занимается, он там стойка на руках, он сдал нормативы ГТО у нас на площадке. Молодец, Тимати, у нас два звонка аж целых. Тимати молодец. Да, друзья, мы в воркауте говорим. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Да-да-да, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Александр. Я вот недавно слушаю вашу передачу, совсем подключился. Хотел задать вопрос по поводу спортивного питания. Что посоветуете и вообще, что вот я вот месяц занимаюсь. А мышцы не растут. Ваши комментарии. Да. Я же вам сказала, это самое первое, что вас будут спрашивать. Что надо кушать, чтобы росли мышцы? Давайте снова я отвечу. Все на самом деле зависит от... Теперь спортивное питание. Да, спортивное питание, да. Все на самом деле зависит от цели, то есть у всех свои цели, понятно. Кто-то хочет сбросить, кто-то набрать. В частности, если набрать, то делаю упор, естественно, на гейнер, то есть углеводно-белковые смеси, на БЦА сразу же после, либо во время тренировки. А также не сбоя про витамины и про дополнительные вещества для суставов. Ну, сколько времени, надеюсь, парень успел на диктофон записать это все. Ну, он потом переслушает. Сколько времени это должно уйти, вот, допустим, вот месяц принимаете, вы работаете в таком режиме, дальше что? Я вообще советую без спортивного питания обойтись хотя бы год. Потом уже постепенно его подключать. То есть сначала натуральная пища, да, естественно, а потом уже подключать. Ребят, слушайте, я вас плавно клоню к тому, что все-таки у вас же есть некие соревнования. Вы же не просто так, just for fun, выходите на улицу. Вы же еще чего-то достигали, наверное, и хотите соревноваться с кем-то себе по дому. Вот я знаю, какой-то чемпионат мира вообще по воркауту даже проходит. Да, и это не первый. Москва принимает второй год подряд чемпионат мира. Ты что, а где? Где и когда? Хочу посмотреть. Будет это все в Лужниках. Это будет 25 июля. Приедут участники более чем из 50 стран. Сейчас в этих странах проходят национальные отборы. Точнее, уже прошли, мы уже знаем всех участников. Московом спорт является организатором уже этих мероприятий второй год. И вообще, в принципе, это организация, которая единственная, пожалуй, на таком уровне поддерживает воркаут. Хотя, ну, это, казалось бы, такая дисциплина. И девушки, и мужчины там будут. Будут и девушки, и мужчины будут сражаться за звание чемпиона мира. И мы будем сражаться за звание чемпиона мира? Конечно, от России будет два участника. У нас Вяков Воронов и Тюханов Владимир. А девушка будет у нас какая-нибудь? Да, будет девушка. Она стала в том году на чемпионате мира второй. Миш, напомни, имя наше. Аня Валенко. А кто тон вообще задает? Это вот, я так понимаю, американцы, да, или кто? На самом деле, американцы немножко в этом плане ленивы организационно. Они, конечно, очень крутые и продвинутые в таких неформальных движениях. Они вот в Бруклине собираются, тренировки проводят, очень много выкладывают видео. Россия пошла вперед. Мы очень плотно взаимодействуем с властями, конечно. Мы ищем поддержки, мы пишем письма, различные там ходатайствуем, чтобы нас поддержали, осветили в СМИ. Вот вам большое спасибо, что вы дали эфир нам. И такие чемпионаты и турниры, они проходят постоянно. Вот осенью был Кубок Федерации воркаута. Мы это делали осенью тоже совместно с Москомспорт. Они полностью поддержали это мероприятие. И вот в Сокольниках прошло. Ребята со всех регионов имели возможность приехать и показать, на что они способны. Ребята, у нас очень много вопросов. И есть звонки 728-7171, код Москвы 495. Давайте как-то сжимайте вопросы и ответы. Добрый вечер. И выключите радиоприемник. Добрый вечер. Так, вы себя послушали. Хорошо, замечательно. Да, да, да. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. А я вот жил в голодное время. В 47-й, 50-й, 50-й год. Стал сам заниматься. Турником подтягивался, все. И никаких, так сказать, мышц появились безо всякого питания. Питания, да. Вот я с вами тоже согласна. У вас есть какой-нибудь вопрос к нашим гостям? Да нет вопросов, нет. Я просто посоветовал, хотел. Здоровья вам желаем. Сами себя, свои, так сказать, увеличивали до грузки. Сначала начинали с минимума, а потом все больше и больше. А что это у вас за это ангел такой, это самое, фигура? Спасибо, а что? А, фигура, ангел. Это понятно теперь только Николаю Саприну. У нас есть еще один звонок. Ему показывали. Да, ему показывали ангела. Наталья на связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Михаилу. Михаил, скажите, пожалуйста, вот у вас действительно красивое рельефное тело. На ворскауте я вас видела на тренировке в Лужниках. Замечательно выглядите. Но спортивное питание, нет ли у вас привыкания? Не подсели ли вы на него? Ага, спасибо. Он подсел. Не наркож или он? На руку могу. Он подсел на руколу. Нет, на самом деле вопрос очень интересный. И в последнее время, на самом деле, от него уже немножко подношню, потому что постоянно его использовать это большая нагрузка, естественно, на желудочно-кишечный тракт. Вот, поэтому советую всем больше в упору делать именно на натуральную пищу, а спортивное питание скорее как на дополнительный источник белков, жиров и углеводов. Ребят, мы... А язвенники идут мимо. Слушайте, я понимаю, мужчина, женщина, но здесь еще заявлены пара воркаут. То есть это, получается, люди и колясочники, да, и вот с ограниченными возможностями... Да, мы сделали несколько... Это специальные площадки, начнем с этого. Да, некоторую линейку оборудования, она предусматривает заезд ребят на колясках, потому что на прежних площадках мы видели, что колясочники приезжают, это там в прошлом ребята байкеры, которые получили травмы, или просто люди, которые имели отношение к спорту. И мы видим, что они тянутся к турнику, где-то пытаются залезть с друзьями. И мы подумали, почему бы не сделать линейку адаптированного оборудования, которая позволит таким ребятам тренироваться в доступной среде, в парках. Это, опять же, создание нового для них пространства. Мы это сделали, у нас прошел круглый стол в общественной палате Российской Федерации. Нашу идею очень всем понравилось, Олимпийский комитет, много организаций, которые занимаются и благотворительностью, и, ну, не адаптацией, как сказать, а реабилитацией людей, и это все сделано для того, чтобы у каждого была возможность, не имея абонементов, приехать в парк, зная, что, например, есть в этом парке площадка, приехать и позаниматься собственным весом. Я уже знаю много людей, которые приезжают, тренируются, у них это получается, и мы ставим перед собой задачу это направление развивать, внедрять туда инструкторов специальных, делать специальные центры, куда будут люди приезжать, снимать обучающие видео, выкладывать их на пространство интернет, и наша задача сделать так, чтобы люди были более активные, более коммуникабельными, и социализация происходила быстрее, нежели чем сейчас. Они могут встречаться только в больнице. Для меня это, как бы, ну, действительно, осознавать это печально, и я ставлю перед собой задачу вывести этих людей на пространство парков и на турнике. Это единый коллектив? Или ребята там пара воркаутов занимаются отдельно, вы занимаетесь отдельно? Это единый коллектив, мы недавно открывали вот новую, самую большую в Европе площадку по воркауту. А где она открыта? Она на 18-е поле, это номер 18, недалеко от плавательного бассейна. Это Лужники вы сейчас говорите? Это да, да. А вообще сколько площадок воркаутов, ну, допустим, в Москве, по России? Их более ста, их более ста площадок в Москве. То есть, а где можно это вообще узнать? В любом парке Москвы можно позаниматься воркаутом. Это Кузьминский парк, парк Красная Пресня, Сокольнический парк, более 15 площадок только там по тропе здоровья. Вообще мы проводим тренировки и анонсируем свои мероприятия в социальных сетях. Вот кто слушает, Инстаграм, Попов Максим, можно легко найти. И мы делаем анонсы различных мероприятий. Китаев Михаил тоже по запросу, очень можно легко найти. И когда мы собираемся на площадку, мы делаем анонсы, либо делаем репосты с дружественных нами компаний. Друзья, все вопросы зададите еще после небольшой паузы. Это я спрашиваю, там звонок есть у нас, да, у нашего редактора Анны Николаевой. 728-7171, код Москвы 495. О воркауте сегодня говорим. Максим Попов, президент Федерации воркаута Московской области у нас в гостях. И спортсмен Михаил Китаев. И мы говорим о воркауте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Викторович. Да вы мне извините, я нахожусь на рыбалке в данный момент. Ага. Турниканец рядом. Отжимайтесь. Мне как пенсионеру 65 лет. Я скажу такую вещь. Молодцы ребята, конечно, сделали доброе дело. Молодежь ничем не загружена вообще. Вот у меня внук катается только на велосипеде, на скейте. На скейте, да. О, точно, я же знаю. Так. Понимаете? Как его привлечь, да, наверное, вы хотели бы узнать? Как его привлечь, да. Для, он, какие только не ходил секции. Пускай, снять страницу. А пусть напишет Максиму Попову в инстаграм. Да. Либо зайдет в ютуб, напишет воркаут. Да. И увидит очень много. Воркаут, открытие площадки, лужники. Все. Люди увидят очень много видеороликов. Дальше по авторам могут пойти и отследить, кто что снимает, кто как тренирует. Михаил Китаев, он командир команды Мутант Клан. Очень сильная команда. Одна из самых сильных в России. Мутанты это те, кто кушает, да? В химии всяком. В том числе. В общем, сейчас это все очень просто. Есть интернет. По простым запросам это можно все отследить. И действительно, воркаут он доступен. И мы его так и пропагандируем. С какого возраста? Вот еще важно. С какого возраста к вам приходят? У нас уже команда есть. Там ребята по 7, по 8, по 10 лет, по 12. От малого до велики. Ну там с 8 лет у нас. С 8 лет. А меня вот велика интересует. Это сколько? Что? Велика сколько? Велика. Рассказываю. Знаю в парке Сокольники. Есть клуб Моржи. Дядечки, даже сказал, парни лет по 60, по 75. И они очень любят перекладину. Они отжимаются на бруси. Ну ты с армией у них еще осталась. Все в армии такое делали. И всем было нам такого здоровья, как у них. Парни, а сколько вообще у вас времени отнимает в течение дня в занятии воркаутом? Это все-таки, я так понимаю, непрофессионально. Вы за это деньги не получаете. У меня все остальное. У меня все остальное отнимает время от воркаута. Чем вы занимаетесь вообще? Ну, Миша, понятно, очень много проводит времени на турниках и брусиах. Это понятно. А сзабот на турниках и бруси время? Ведет. У меня еще активная деятельность по созданию федерации. Мы сейчас работаем над этим активно. Мы хотим... На какой стадии вот эта история? Уже подготовили документы на подачу в Минюст. Плюс ко всему, одновременно пишется материал о признании видов спорта. Нам нужно разработать методику обучения тренеров, систему оценки. Это большой тернистый путь. Одновременно мы строим эти же площадки и турники. Мы ездим по регионам, выступаем на различных форумах. Вот буквально, не знаю, приехал с форума утром, правда, не получилось там выступить. В Грозном будет 15 числа. В Чечне планируем уже мероприятие битвы за Грозный. В общем, география, она настолько обширна. Вот Миша с Казани приехал недавно, в Мурманске проходили соревнования. В общем, перемещаемся, пределов не знаем. То есть, работы нет? Лично у меня на тренировке время крайне мало. Нет, ну, благое дело, благим делом занимается интересный Я понимаю, благим делом, но, опять-таки, это все-таки в отрыве, наверное, от какого-то рабочего, да? Нет, просто Коля вот так вот завуалированно хочет спросить, Миша, какая у вас, допустим, специальность? Ну, вот так и спрашивай. Я сейчас учусь на специалиста в области туроператорских и турагентских услуг в РГУФКе, потом, ну, заканчиваю последний курс. Коллеги мы с вами, так. Коллеги, да. Вот. Естественно, у меня очень много времени уходит на развитие самого воркаута во всех его вариациях, будь то в практической, либо в теоретической. Тренируют людей же. Тренирую людей в групповом варианте, в персональном варианте, то есть, там, на площадках тоже занимаемся именно с этим человеком. Я ему показываю, рассказываю, вот просто все досконально. Также путешествия на различные типы форумы, соревнования. Вот, недавно приехал с Казани, до этого был в Твери. Пишу, извиняюсь, я просто хочу сказать, действительно, по всем регионам сейчас идет бум по воркауту, и ребята, буквально недавно переписывался с парнем из Владикавказа, он говорит, каждый выходные у нас районные турниры, его зовут везде судьей, ну, у него достаточно высокий уровень. То есть, здорово, что не только Москва дышит воркаутом. Нет, не только Москва, и такая картина везде, и в Тюмени, и в Красноярске, и в Краснодаре. Краснодар очень в этом плане выдающийся регион, и в Дагестане, и в Чечне, и в Хабаровском крае, в Приморском крае, в Благовещенске, в Амурской области. То есть, это везде и повсюду, и нас это безумно радует. У нас буквально 10 секунд, ребят, еще раз, когда в Лужниках интереснейшее действие, на которое стоит прийти? А давайте завтра в 7 часов встречаемся все в Лужниках на общей тренировке. Здорово, друзья. Я не смогу, ребят. Хотите заняться воркаутом, приходите завтра в Лужники, интереснейшая беседа, на мой взгляд. Если вас заинтересовало, заходите в интернет, набирайте воркаут, увидите массу интересного для себя. С нами до завтра. Спасибо, до свидания.